За год полномасштабного вторжения Россия потеряла позиции во всех сферах международной деятельности. Отмена российской культуры, дипломатические бойкоты, тотальная экономическая изоляция. Все это последствия агрессии Российской Федерации против Украины. Теперь Кремлю приходится полагаться только на свои силы, при том, что война забирает все больше ресурсов. Теперь ежедневные бюджетные расходы Кремля на 50% превышают запланированные. Как за год рухнул миф о якобы великой России, расскажет Данила Кобза. Великая, непобедимая, вторая в мире. Мощь армии – один из национальных мифов современной России. За десятилетия успешного пиара Кремлю удалось убедить в силе собственных вооруженных сил весь мир. Однако теперь, когда Украина при умеренных поставках западного вооружения уничтожила почти 150 тысяч оккупантов и более 20 тысяч единиц техники, в миф уже никто не верит. А после множественных военных преступлений западные спикеры все чаще демонстрируют открытое презрение к Москве на международных площадках. Я бы хотел обратиться к российской делегации, используя слова украинских пограничников. Русский военный корабль. Пошел. Российская делегация здесь находится по праву и не является слоном. Мы не потерпим в адрес России. В каком стиле в этой ассамблее? Одной из причин катастрофических поражений Москвы на поле боя послужил тотальный упадок ее промышленности. Выяснилось, что в отечественном производстве нет почти ничего отечественного. А все технологии, которые якобы не имели аналогов в мире, оказались очередным фейком для запугивания Запада. В результате участники международных невоенных проектов покинули их. Так Россия лишилась еще одной своей гордости – космоса. Из общего с Москвой проекта по запуску спутников вышла Южная Корея. Даже если война закончится, так как раньше уже точно не будет. Хотя я уверен, что Москва попытается вернуться на рынок после окончания войны, учитывая, что ее крупная космическая промышленность не может поддерживаться только за счет внутреннего спроса. Ли Чан-Джин, профессор аэрокосмической техники университета Конкук в Сеуле в комментарии The Japan Times. Наши планы по запуску многоцелевого спутника с Россией полностью провалились. Нам важно не только с точки зрения космической отрасли, но и национальной безопасности иметь возможность вывести спутник, какой мы хотим в космос, когда мы хотим. От Хе Сок, заместитель министра науки и техники Республики Корея в комментарии The Japan Times. Попытка энергетического шантажа Европы также провалилась. Доля России на газовом рынке Евросоюза за год сократилась с более чем трети до 8,5%. А Германия, которая зависела от российского газа более чем наполовину, теперь полностью от него отказалась. Попытка шантажировать Европу топливом привела только к усилению ЕС, принятию антимонопольных законов и развитию зеленой энергетики. Сама же Россия потеряла около трети всех экспортных доходов из-за эмбарго на нефть. По словам экспертов, Москва переоценила свою важность в мировой экономике. Экономика России и раньше была, ну, не очень большая. В пределах 3 триллиона долларов с чем-то ВВП в год. Она еще сейчас сожмется, еще уменьшится. Мы уже видим, что из-за падения цен на нефть, из-за безумного уменьшения спроса на их газ, уже начались процессы, приводящие к девайвации рубля. То есть рубль будет девальвировать в долларовом эквиваленте. И зарплаты, и ВВП на человека будут уменьшаться. Единственные, кто пока еще отказывается признавать полный провал России по всем направлениям, сами же россияне. Ведь тогда придется честно сказать себе, что к такому исходу привела преступная политика путинской власти, которую проводили с молчаливого согласия народа. И Кремль знает это и продает народу идею осажденной крепости. Россия пойдет в изоляционизм. Будет усиливаться риторика осажденной крепости. Путин будет сплочать элиты страхом того, что по миру их будут преследовать, что мы, собственно, уже видели ни в одной его речи. Дальше будет еще больше суверенности, берем в кавычки, еще больше самостоятельности собственного пути и, соответственно, духовности. Людям холодильник и телевизор потихоньку будут пытаться заменять пропагандистскими слоганами о некой миссии, о некой великости, о неких целях, ради которых стоит затянуть пояса. Пока про пояса речи не идет. Это следующий этап. Вместе с тем, как мир отказывается от России, свое заслуженное место истинного регионального лидера занимает Украина. Своей героической обороной украинский народ доказал всему миру ценность гуманистических и демократических идеалов – свободы, чести и независимости. Данила Кобза для телеканала Freedom. Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, с нами на связи. Леонид Яковлевич, приветствуем вас в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Добрый вечер. Давайте действительно поговорим. Год сегодня с момента интенсификации боевых действий со стороны Российской Федерации, но, а если говорить более глобально, продолжительный военный девятый год войны Российской Федерации против Украины. Если мы говорим о величии Российской Федерации, это то, что было в нашем материале. Давайте так, с чем сегодня, каковы еще все-таки такой, знаете, запас прочности у Российской Федерации, вот именно этого понятия как величия, каков он сейчас, этот запас прочности, этого величия, и насколько его еще может хватить, по вашему мнению? Да нет никакого величия, о чем вы говорите. Конечно, нет. Это у вас величия, а у нас ни хрена. У нас все разрушено абсолютно до основания. Год войны, ведь он что? Мы не знаем, сколько она еще продлится. Мы не знаем, сколько она еще продлится. Мы только знаем, но мы как-то убеждены все, что Украина победит. И что все-таки это будет ваша победа. И понятно, что вы уже победили в каком-то смысле, потому что вы уже выиграли свое будущее. Вы никогда не будете колонией или вассалом России. Вы всегда останетесь одной из ведущих держав Европы. Вы будете, как Израиль, вы будете форпостом европейской цивилизации на Востоке. Ваш язык и ваша культура станут значительно более влиятельными, чем у меня более раньше. Ну и так далее. Ну, НАТО, ЕС, я думаю, это совершенно неизбежное вступление ваше туда. А для России все плохо и безнадежно, на самом деле. Сейчас ли почти безнадежно выглядит ужасно. Просто ужасно. Для таких людей, как я, это еще и позор жуткий совершенно. Это очень многие осознают. И в том числе те, кто в изгнании, да и те, кто в России. Ну, вы знаете, наверное, что сегодня российские диаспоры проводили более чем... Чем в сорока городах Европы проводили акции солидарности с Украиной, с народом Украины. У нас какие-то шансы России не на величие, господи, на возрождение. Они связаны только с отстранением Путина от власти. Вот, пока он у власти будет только хуже, страшнее, более кроваво, больше лжи и так далее. Вот, ну, тем не менее, я надеюсь, что он будет отстранен в власти. Вы знаете, вот я волею судеб оказался... Я не хотел этого, я не в эмиграции, я в изгнании. Но вот я оказался в Германии, в Берлине. И сегодня я был на этой акции у Бранденбургских ворот. И выступал там. Вот, знаете, вот в Берлине это хорошо понимаешь, потому что здесь везде следы войны. И понятно, что году в 45-46-м, ну, как к немцам относились? Понятно, как. Вот, и у Германии не было никакого будущего. Германия смогла возродиться и стать одним из оплотов западной цивилизации. Ну, вот, я продолжаю верить. Я понимаю, что многие украинцы со мной не согласятся. Но я продолжаю верить в то, что Россия когда-нибудь возродится. Что когда-нибудь мы будем нормальной страной, которая не будет проводить такую безумную политику, и от которой не будет исходить угрозы соседей. Мониторя информационные ресурсы пропагандистские в России, все эти заявления о Киеве за три дня, все эти обнародованные документы о планах захвата Киева, о парадной форме, казалось, что это фейки, но оказалось нет. Они реально настолько были уверены в своих действиях. Не это ли уже показатель этого псевдо-величия? Этого псевдо-величия не только второй армии мира, во всем, куда ни глянь. Вот это мы сегодня вспоминали, Газманов, да? Залепил изолентой. Ну, это же плевок в глаза самим же россиянам. Ну, идиот, ну что делается? Ну, идиот. Нет, ну, слушай, я же начал с того, что нет никакого величия. Давно уже, давно все, что если когда-то и было, давно все промотано. Да и раньше-то это тоже было очень много придумок, вранья шовинистического и так далее. Но, конечно, они настолько, наши начальники, настолько в космосе. Вот, знаете, великий русский писатель Владимир Николаевич Войнович в книге «Москва-2042» предсказал, что лидер, значит, России будет управлять из космоса, что он улетит и будет летать на орбите, и оттуда будет управлять. Но это просто случилось на 20 лет раньше, в 2022. Вот, собственно, и все, да? Они, конечно, ни черта не понимают. Но, слушайте, парадная форма – это ладно, парадная форма хоть места много не занимает. А знаете ли вы, что за передовыми танками шли автозаки Росгвардии? Потому что они предполагали, что во время парада Киева, парада на Крещатике, который они, значит, планировали, отдельные подкупленные бандеровцы могут как-то, значит, как-то буянить, и их надо будет паковать в автозаки, как они в Москве пакуют, да? И они для этого везли автозаки. То есть совсем, ну, просто вот, 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 вот совсем идиоты, да? Совсем. Ну, да. Знаете, вот то, что вы говорите, это даже в какой-то степени как-то уха не воспринимают, что ли. Ну, даже тяжело как-то комментировать. А в целом, вот наблюдая все это, ну, ведь не все же россияне, ну, полностью погружены в информационную пропаганду. По последним данным, около 25% россиян только осталось тех, кто доверяет вот Скобеевой, вот этому второму с ней ведущему, я не знаю, как его зовут. Супруги. Супруги, Соловьеву и тому подобных. Но ведь не все же вот до сих пор вот верят в это псевдомогущество и это псевдовеличие. Они же видят это. Ну, конечно. Во-первых, я все-таки не могу не сказать, выступая на украинском канале, что 20 тысяч моих сограждан арестованы за публичную поддержку Украины. 20 тысяч. Многие получили тюремные срока. И это, в общем, все, ну, знаете, это серьезно. Это серьезно. Вот. 20 тысяч арестованных только. Что у нас с этим раскладом общественного мнения? Таких совсем сумасшедших зет-патриотов, их на самом деле немного. Это особые люди, которые есть в любой стране. В любой стране есть вот такие идиоты, да, из которых можно вербовать штурмовиков, как Гитлер делал среди немцев, да, можно формировать вот этих вот кретинов, как это делает сейчас Путин и так далее. Но их немного. Их, ну, хорошо, если 10-15 процентов. Я думаю, что не больше никак, да. Есть процент населения, тоже, наверное, не меньше 20-25, которые все понимают. Все понимают. Которые с ужасом смотрят на это. И они просто, у них нет возможности публично выступить. Но они все понимают совершенно. А остальные, они вовсе не являются такими, понимаете, сторонниками войны или еще чего-то. Они дистанцированы от власти. Они живут в другой по отношению, по сравнению с властью, реальностью. Вообще в другой, понимаете. Они с ней не связаны. Они привыкли, они знают, что на царя повлиять нельзя. Что царь делает то, что хочет. И поэтому не имеет смысла вообще по этому поводу волноваться. Их царь не волнует. И у Путина нет никакой популярности. Нет у него популярности, друзья. Когда он выступает, его никто не слушает. Его ж никто не слушает. Понимаете, вот у Зеленского есть популярность в России. Я не знаю, как сукров в Украине полагают. Надеюсь, тоже. Большая, да. Но она в России есть. Почему? Потому что я, когда, вот я, например, да, я смотрю там ленту, да, смотрю. О, выступление Зеленского я включаю. Я хочу знать, что сказал президент Украины. Понимаете? А что сказал президент России, я знать не хочу. Мне наплевать, что он сказал. Его ж никто не слушал. Когда он выступает, когда он выступает по нашему телевидению, у нас люди отключают эфир. У нас люди переключаются на другой канал. Понимаете? Это уже известно. Это давно известно, да. Посмотрите вот на эти лица, которые сейчас там показывают. Самое же интересное наблюдение за наблюдающим, да. Вы посмотрите. Вы видите кого-нибудь здесь вдохновленного его словами. Вот посмотрите на них. Они что, вдохновлены? Они вдохновлены? Они слушают, они отбывают роль. Им скучно очень многим, да. Кто-то дремать начинает. Нет у него никакой популярности вообще. Никакой. Он действительно, его... Лучшие люди, да. Он действительно смог, его пропаганда смогла убедить людей в том, что на нас напали. Это правда. Вот это они смогли убедить. Действительно. Они смогли убедить. И люди, у людей ощущение такое. Ну, напали, надо защищаться. Ну, что делать-то? Что делать-то? И не в том дело. Хороший Путин, плохой. Смотрите, этот буддист сидит какой мрачный. И правильно, что мрачный. Правильно. Он против Бога. То, что он тут сидит. Исполняет чего-то. Понимаете, люди... Не потому, что они за Путина. Они вот действительно многие поверили в это дело. Но они не за политику Путина. Они за то, что власть... Они признают, что власть может делать, что хочет всегда. И поэтому, когда у нас будет другая власть, когда у нас будет другая власть, то они будут поддерживать другую власть. И когда следующий человек на этом месте скажет, да нет, ребята, это все ошибка была. Зачем же мы на Украину-то нападали? Они скажут, действительно, зачем мы на Украину нападали? Давайте вообще лучше закончим этот маразм. И так далее. Вот так и будет. Так что нет, Россия не очень поддерживает это безумие. Сегодня словил себя на мысли. Периодически отсматриваю разные ток-шоу. И не только политические. Но и в последнее время, вот где-то сразу после полномасштабного вторжения, если говорить за развлекательный канал ТНТ, не на правах рекламы, нет. Я отсматриваю контент периодически. Они позакрывали часть комедийных развлекательных шоу. Помните, да, Урганта вообще убрали из эфиров тогда. Проекты Газпром-медиа тоже позакрывали. Сейчас их постоянно возобновляют. Но шутки, если раньше они были аполитичные, сегодня они стали в большинстве своем приоритете политическими. И вот некоторые комедийные шоу Газпром-медиа, которые делают, они, знаете, высмеивают действия Путина. Мне на секунду показалось, что большие чины, большие олигархи в Российской Федерации таким образом передают сигналы, что далеко не все кремлевские башни довольны действиями Путина уже через год после проведения так называемой СВО. Не так ли? Конечно так. Я не знаю, являются ли вот эти шутки симптомом. Я эти передачи, честно говоря, не смотрю. Поэтому я не знаю, что они там. Проходят все мои работы. Ну, это у вас работа. Ну, шутил. Вот, а кто-то должен. Значит, я не смотрю. Поэтому я не знаю. Я просто этого не знаю. Но то, что элиты предельно недовольны, это на самом деле ежу понятно. Понимаете, просто ежу понятно. И они были недовольны не только тогда, когда он получил по морде и проигрывает. Они были недовольны с самого начала. Вы вспомните, показывали это смешное заседание, якобы заседание, якобы Совета безопасности, публичное, когда он каждого из них вызывал на трибуну и каждый из них клялся в верности. Да? Что да, да, все правильно. Они что, были рады? Они были вдохновлены этим? Ну, точно так же, как вот эти, которые его сейчас слушают и с тоской. Понимаете? И тоже этого не хотелось. Потому что Путин разрушил не только Украину. Путин разрушил не только Россию. И на Украину, на Россию нашим элитам глубоко наплеваться. Глубоко наплеваться. Да, им наплевать на жизни своих людей. Кстати, это то преимущество, которое есть у Путина на фронте. Потому что он может кидать людей, не считая. И для него гибель людей не значит ничего. Для политического руководства вашей страны, для вашего народа гибель ваших людей – это очень значимо. Я понимаю, что это очень значимо. А для нашего политического руководства это вообще ничего не стоит. Бабы еще нарожают. Так вот, значит, они… Он разрушил не только Россию и Украину. Он разрушил их жизнь. Они непосильным трудом скопили миллиарды. Для чего? Чтобы у них конфисковывали дворцы в Испании? Чтобы они летали на своем бизнес-джете в отпуск к Ким Чен Ыну? Они этого не хотят. Они этого не хотят. Поэтому они предельно недовольны. А когда он не смог реализовать план войны, когда Киев за три дня накрылся для них, тогда они увидели, что он еще и не может ни хрена. Он еще импотент. Понимаете? А Пахан, главарь банды, не может быть импотентом. Он должен быть крутым. Он должен быть крутым обязательно. А он уже не крутой. Поэтому они, конечно, им предельно недовольны. Я думаю, что когда вчера… Нет, позавчера. Позавчера. Он выступал с этим своим якобы посланием к Федеральному собранию. То я думаю, что представители российских элит… Ну, то есть элиты – это распорядители ресурсов. На самом деле. Финансовых, военных, медийных и так далее. Так вот, представители российских элит, я полагаю, слушали его очень внимательно. Очень внимательно. Знаете, почему? Не потому что они думают, что он что-то умное скажет. Нет. Они его слушали внимательно для того, чтобы решить для себя. Уже пора предавать. Или еще рано, еще слишком опасно. Вот о чем они думают сейчас. Вот о чем они думают сейчас. И чем, кстати, хуже будет положение Путина на фронте, тем скорее они его предадут. Леонид Яковлевич, а вот, в принципе, Путин уже много раз во время своих выступлений, стендапов, говорил о том, что будут выборы прозрачные. Так выборы-то будут. А выбора же нет или есть? На кого могут поставить вот эти как раз вышеупомянутые? Эти вышеупомянутые могут поставить, во-первых, не в результате выбора, а в результате переворота. Выборы выиграет Владимир Владимирович Путина. Если будут выборы, то он выберется. Они могут, в принципе, совершить дворцовый переворот. Значит, если они совершат дворцовый переворот, если до этого дойдет, это для России самый хороший вариант, на самом деле, то тогда, я думаю, что они либо поставят на кого-то самого ничтожного из них, чтобы он не стал Такаевым, чтобы он не кинул их всех, потому что они боятся друг друга, либо они вообще создадут коллективное руководство переходного периода какого-нибудь, ну, типа ГКЧП или Комитет национального спасения, еще что-нибудь они придумают. Коллективное руководство, с которым они все будут друг за другом следить. Понимаете? Потому что они, конечно, будут бояться кому-нибудь одному отдать власть. Либо отдадут самому ничтожному, которого они не боятся. Фамилия его, во-первых, неизвестна, во-вторых, не имеет никакого значения. Это никто и звать никак. Ну и, чтобы финализировать нашу дискуссию, честно, очень много хочется на эту тему говорить, к сожалению, время ограничено, но позвольте еще уточнить. Вот если мы видим, что Путин сейчас... Кстати, стоит отметить, он все чаще стал появляться перед публикой. Возможно, он боится такой глобальной потери, я не знаю, уважения среди россиян, у кого оно, возможно, еще осталось и существует. Боится ли он потери своей популярности, вот этого образа лидера нации российской? Я думаю, что да, но не по прагматическим соображениям, потому что его база поддержки, его люди, они не могут его защитить. И они слишком пассивны, чтобы, допустим, в случае, если с ним что-то случится, как-то выступить активно. Этого не будет. Они его не защитят ни в коем случае. Но ему это просто приятно. Понимаете, ведь он же живой человек, то есть он преступник, кто угодно, но тем не менее, хрименберинг, человеческое существо, и у него есть эмоции. Ему очень нравится ощущение популярности. Ему нравится, когда его уважают. Как кто-то вылетел, кто недавно сказал, что вообще вся история Владимира Владимировича и вот этой новейшей истории России – это драма непризнания. Он все время переживает, нас не признают, нас не уважают, и так далее, и так далее. Это, кстати, очень давно было. Помните ГКЧП? ГКЧП, когда отстранило Михаила Сергеевича Горбачева, они сделали заявление. Заявление было написано совершенно казенным, таким картонным языком, бессмысленно, совершенно скучное. Но в этом заявлении была одна живая фраза, которую, я полагаю, вписал лично своей рукой кто-то из них. А фраза была такая. «Раньше, когда мы куда-то приезжали, нас все уважали, а сейчас нас не уважают». Для Путина тоже это очень важно. Он хочет, чтобы его уважали, чтобы его любили и так далее. И он покупается на вот эту какую-то жалкую дурь, когда сгоняют 200 тысяч человек, лужники за 500 рублей. Понимаете, с кеми ничтожными, с кеми ничтожными должен себя чувствовать человек, чтобы за 500 рублей пойти махать флагом. Что же это такое вообще? Во что они людей превратили, негодяи? Но да, для него это, безусловно, важно. Нет, ну что, вот в Никарагуа его же уважают, как ни крути. И рады приветствуют. Ну, на эту тему... В Никарагуа не скажу, не знаю. На эту тему мы будем еще обсуждать с вами. Леонид Яковлевич, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Всегда рады с вами общаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!